Всем доброго дня! Сезон заготовок открыт. И в данном видео я покажу, как моя мама готовит вишневый компот. Показываю весь процесс от А до Я. Итак, тщательно промываем вишню под проточной водой. Затем перекладываем на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Самый дешевый и сердитый способ начато помыть банки это пищевая сода. Так банки моются легче и чище любой другой химии. Помыли и прополоскали под проточной водой. Ну вот, и вишние банки готовы. Можно ставить воду для компота. У нас 6-литровая костюля. Мама наполняет ее холодной водой до верхней отметки. Затем ставит на огонь и доводит до кипения. Тут же рядом стерилизуем банки и крышки старым проверенным способом. Крышки заливаем водой и кипятим, а банки стерилизуем с помощью чайника. В каждую банку мама закидывает вишню чуть меньше половины. Компоты мы любим есть, поэтому банки у нас в основном 3-литровые. Чем больше ягод, тем насыщеннее получится цвет. За это время вода для компота закипела. Снимать кастрюлю с огня не надо. Осторожно заливаем банки кипящей водой. Естественно, для такого количества банок 6 литров воды это мало. Поэтому набираем кастрюлю и ставим снова на огонь. Ну и пока вода кипит, закрываем крышки. Сначала мама заливает банки не до конца, чтобы вся вишня успела отдать цвет и вкус. Закрывает банки крышкой, ну и когда вода закипит, доливает. И так пока все банки не наберутся. Полные банки также накрываем крышкой и дадим настояться около 15 минут. Так, банки залили кипятком. Прям кипяченой водой. Вот они. Банки наши полные, стоят 15 минут. Теперь мы будем их выливать обратно в кастрюлю. Жидкость выливаем, а ягоды оставим. И так сливаем воду и еще раз кипятим. Но на этот раз мы будем кипятить не просто окрашенную воду, а сироп. А для сиропа нам нужен сахар. А сахара добавляем на 1 литр 1 неполный стакан. У нас в кастрюле объемом 6 литров. Поэтому на каждые 6 литров мама добавляет неполные 6 стаканов сахара. Стакан объемом 200 грамм, но и неполный соответственно будет около 180. Теперь осталось кипящим сиропом залить банки и закатать. Обратите внимание, кипящим сиропом, то есть огонь мы не выключаем. Чурок закипел, не выключаем. Вот, это мы. Прямо доверху наливаем. Закатав банки, мама проверяет, прочно ли закрыта крышка. Если края крышки гладкие, а жидкость не протекает, значит все правильно. Банка прочно закрыта, можно переворачивать. Затем накройте чем-нибудь теплым и оставьте на сутки. Вот такие банки у нас получились. У меня остался сироп. Я вот нарезала сливы. И сварю из них компот. Через сутки компот готов. Всем приятных заготовок! Кстати, какие еще заготовки на моем канале вы бы хотели увидеть? И что интересного заготавливаете на зиму вы? Поделитесь, пожалуйста, идеями в комментариях. А у нас на сегодня все. Берегите себя и будьте здоровы!